Как раз именно в период Первой мировой войны происходит слияние ряда корпораций с военно-промышленным комплексом. Оно происходило в железнодорожном вагоне, куда их вызвал, был так называемый комитет Хаббера. То есть Виктор Хаббер, он был главой комитета, туда же входил Вальтер Рутенау, которые занимались планированием ресурсов именно из-за того, что Германия находилась в строго ограниченных ресурсах. Их нужно было каким-то образом изыскивать. Химикам поставили задачу, то есть помимо пороха, придумать что-то такое, что позволит выиграть войну нетривиальным способом. Там было несколько разработок. Начинались разработки в виде бактериологического оружия, но вот настоящим, то, что стало известным и то, что действительно применялось, это химическое оружие. Причем впервые оно было применено именно по-русским. То есть это осада крепости Осовец. Я не знаю, почему нас на самом деле не сильно известно у нас, хотя гораздо больше известно на Западе, так называемая атака мертвецов, когда всего лишь несколько десятков выживших после применения хлорной атаки сумели обратить в бегство тысячный полк. Там больше тысячи человек было, которые в ужасе бежали от людей, замотанных марлевыми повязками. То есть мертвецы это были русские? Это были русские, по которым применено было химическое оружие. Химическое оружие на него делалась серьезнейшая ставка. Если в Первой мировой войне оно было как бы сомнительно, не всегда приносило успех. То есть совсем первая атака, которую применили к Бельгии, там газ просто замерз. То есть он не дал эффект, то есть не сразу получилось получать этот эффект. То между Первой и Второй мировой войной уже появился табун и зарин. То есть табун сначала как пестицид, но у которого оказывается можно было получить военное действие. То есть это именно произошло, в период Первой мировой войны сформировалось сращивание химических концернов и военно-промышленного комплекса. И химические концерны оттуда извлекали прибыль, не маленькую прибыль. То есть был создан принципиально новый тип организации, это новое орг оружие. И неудивительно, что и после окончания Первой мировой войны, и после Второй мировой войны противники немцев, сначала британцы, французы и американцы, а после Второй мировой, главным образом, американцы, начали охоту за немецкими техническими секретами. И после Второй мировой войны, например, мы все знаем, что американцы вывезли физиков. Меньше известен тот факт, что они вывезли огромное количество психиатров, которые потом активно работали по ЦРУшным программам распространения ЛСД в американских университетах. И, собственно, флеминговский Джеймс Бонд, имя Джеймс Бонд, имеет отношение к операции Джеймс Бонд, который руководил Флеминг, тогда кадровый разведчик британский. Это был поиск немецких военных секретов после войны, а во время войны снятие сливок с того, что добывает немецкая военная разведка. Но мне бы хотелось, чтобы вы несколько слов сказали о менее известной странице. Это борьба британцев, французов и американцев за технические достижения немцев после окончания Первой мировой войны, после Версальского мирного договора. Как писал один из британских историков, описывающий историю Farben Industry, в нем применцекционно написано, что как только французские войска, или, в частности, это касается фирмы БАСФ, довольно известные сегодня, это были новозеландские войска, заходили на ее территорию, следом шли технические специалисты, которые взымали техническую документацию, которые пытались арестовывать специалистов. Это было серьезнейшее предсостояние. Почему? Потому что научную школу просто так вывезти очень тяжело. А как мы уже обратили внимание, то есть научный язык немецкий, научная школа сильнейшая была немецкая. Даже вывезя патенты и распродав их, там был специальный комитет, созданный в Америке, и через этот комитет патенты немецкие получила компания Дюпонт. То есть, тем не менее, они получили патенты на краски, но применить и изготовить их не смогли. То есть, Карл Бош, глава фирмы БАСФ, усмехался, говоря о французах, что кирпича не обжигать, может, и научились, а вот краски делать так и не смогли. И в результате, во время унизительной процедуры Версальского мира, где их держали в отеле за колючей проволокой, постепенно увеличивая условия репараций, ужесточая условия репараций, подошли к тому, что они должны будут уничтожить заводы. Потому что в этом видели, в первую очередь, военную опасность. Ставка была сделана на химическое оружие, оно было применено, и неизвестно, что бы еще изобрел немецкий гений. Тогда произошел довольно комичный случай, когда Карл Бош ночью вылез из этого окруженного колючей проволокой отелю и пришел к своему коллеге, французскому Йосифу Фроссару, уговорив его не разрушать. А было такое требование, заводы в обмен на технологии. И вот здесь стала происходить спайка. То есть, сначала произошло создание некого сообщества химиков внутри Германии, чтобы они работали как единый механизм на войну. А вот этот шаг, когда Фроссар согласился войти в контракт с Farben Industry, по сути, с будущим Farben Industry, произошло рождение Farben Industry уже как мирового спрута.